Салют! В эфире новости шоу-бизнеса. В этом выпуске не без последствий, что случилось на концерте группы Ленинград. У Блэкпинк 80 миллионов подписчиков на YouTube. Об этом и другом более подробно прямо сейчас. Группа Ленинград собрала лужники в минувшие выходные. Двум зрителям потребовалась госпитализация. Одним был пьяный мужчина, который упал с 10-метровой высоты. Он получил травму головы. Еще одна женщина потеряла сознание, пока шла до своего места. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти 42-летнюю зрительницу не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Концерт посетили более 60 тысяч человек. Это первое за три года выступление коллектива. Помимо инцидентов со зрителями, концерт стал причиной обращения в Генпрокуратуру и в Следственный комитет главы ветеранов России Ильдара Резяпова. Ему не понравилось, что Ленинград исполняли песню о сгоревшей Москве. Заявление написали и на Клаву Коку. Причиной стало выступление во Владивостоке. Клава спела на Центральной площади в рамках фестиваля детства и юношества. Позже выяснилось, что кто-то из горожан написал заявление в прокуратуру. Родителей школьников возмутили песни «Мне пох и забери пьяную домой» на детском фестивале. Вдобавок к этому оказалось, что через дорогу находится православный храм. Теперь певицу будут проверять по статьям за мелкое хулиганство и оскорбление чувств верующих. Нам удалось пообщаться с артисткой и узнать, что она думает по этому поводу. Клава ответила, цитата, «Мои юристы уже занимаются этим вопросом. Что ж, больше не буду исполнять «Пьяную домой» и «Мне пох». Тем временем Blackpink стали первыми артистами, превысившими 80 миллионов подписчиков на YouTube. При этом еще полтора месяца назад аудитория канала была заметно меньше. В июле коллектив праздновал 75 миллионов подписчиков, обогнав Джастина Бибера и корейский бойсбенд BTS. Также клип Blackpink «Pink Venom» официально стал самым просматриваемым на YouTube за первые 24 часа релиза. Экранизация за первые сутки набрала более 86 миллионов просмотров, а еще через 6 часов просмотры достигли 100 миллионов. Сегодня ролик посмотрели более 280 миллионов человек. На сегодня это все. Новости шоу-бизнеса прощаются с вами, но ненадолго. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и вы ничего не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...